Замкнутая экосистема Привет. С вами Корней. Это замкнутая экосистема. Сейчас 50 дней. Возможно, вы видели моё первое видео, как я это всё создавал. Через 50 дней это всё выглядит таким образом. Тогда я насыпал земли около половины банки. Может даже чуть-чуть побольше. Я сделал это, потому что земля была рыхлая. И я прекрасно понимал, что она постепенно будет утрамбовываться. Действительно, когда я передвигал банку, поворачивал, постепенно слой земли стал меньше. Я считаю, что ещё меньше было бы. Это уже плохо для растений. Было бы просто некомфортно для них. Сейчас это выглядит таким образом. Я посадил сюда мох. Мох, к сожалению, погиб. Вот здесь вы можете наблюдать. С этой стороны хорошо видно. Эти белые кустики, это не что иное, как засохший мох. Мне очень хотелось, чтобы зелёный ковёр покрывал землю. Но, к сожалению, это желание не исполнилось. Кстати, некоторые зрители говорили. Корней, ты дебил, ты почему не полил землю водой? Ну, дело в том, что земля была и так сырая. Она была из специализированного магазина, в пакете. И никакой необходимости, естественно, в этом не было. Как вы видите, влаги достаточно. Банка и так запотевает. И сейчас я её переставлял для съёмок. И поэтому нет такого особого эффекта. А обычно, любой поворот банки сопровождается тем, что сверху начинают капать капли воды. То есть получается такой искусственный дождь. Так что влаги вполне достаточно. Сюда также был ещё положен шампиньон. Это не в расчёте на то, чтобы получить какой-то урожай грибов. А для того, чтобы в земле находилась грибница. Грибница выделяет углекислый газ. А растения выделяют кислород. Таким образом, атмосфера находится в равновесии. Что благоприятно для всего живого. Здесь также растут фикус. Это небольшое деревце. И мимоза. Это травянистое растение. По этому поводу, некоторые зрители высказывали мнение, что мимоза, скорее всего, подавит фикус. Потому что трава растёт быстрее, чем деревья. В принципе, я был с этим согласен. Но в итоге, так не получилось. Сейчас можно как раз наблюдать, что скорее фикус подавляет развитие мимозы. Скорее всего, это происходит за счёт каких-то веществ. Которые фикус выделяет. И которые влияют на рост мимозы. Здесь, в земле, вы можете наблюдать, достаточно большое количество различных корешков. Я не знаю, видно вам это или нет. Это просто любопытный факт. Сейчас я подсвечу на всякий случай. Надеюсь, вот так вам хорошо видно. И что интересно, растения образуют воздушные корни. В природе эти растения на такое не способны. Но это показывает то, насколько жизнь гибкая. Что в непривычных условиях, живое может реагировать совершенно неожиданно непривычным образом. Это действительно любопытное такое свойство жизни. И, наверное, моих зрителей больше всего интересует судьба червяка. Как вы помните, я его назвал Джо Джим. В честь сиамского двуголового близнеца из фантастического романа. Я разрезал червяка пополам. Заднюю часть назвал Джим. Переднюю Джо. И обе части положил в банку. Надеюсь на то, что из каждой части вырастет самостоятельный червяк. Тоже написали, что корней ты дебил. Но здесь, правда, мнения разделились, почему я дебил. Одни говорили, что я дебил. Что обе части червяка погибнут. А другие считали, что я дебил. Потому что погибнет только задняя часть червяка. Последние люди оказались правы. Задняя часть червяка действительно практически сразу погибла. Свернувшись колечком лежала. Покрытая плесенью. Я не доставал его. Банка никогда не открывалась. Чистота эксперимента была важнее, чем что-то удалять. А вот передняя часть, судя по всему, выжила. То есть она точно выжила. И судя по всему, она должна быть жива до сих пор. Сейчас этой экосистеме, как я уже сказал, 50 дней. А вот через 25-30 дней я наблюдал, как между стеклом и землёй Джо прополз. Ну то, что он так редко показывается, неудивительно. Он всё-таки земляной червь. И на поверхности ему делать нечего. И я почти полностью уверен, что и сейчас наш Джо обитает в этой банке. Где-то там, в глубинах земли. Я думаю, что в итоге зелёная масса растений заполнит весь объём банки. Ну когда это произойдёт, я вам снова всё это продемонстрирую. Я считаю, что просто на данный момент уже тоже достаточно любопытные изменения произошли. Поэтому видео можно было сделать. У меня в планах ещё достаточно много разных идей. Будут самые разнообразные видео. И кстати, если кому-то они действительно нравятся, тот может оказать каналу поддержку. Информация о том, как это можно сделать, содержится в описании под видео. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Корней. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok